Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канал Amarkets с торговыми деньми, в котором каждый день, включая выходные, мы размещаем дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Ну что ж, вчерашняя торговая сессия – очередной день, который удачно сложился для продавцов доллара. То есть для нас с вами. Я очень надеюсь на то, что вы все-таки примкнули к рядам тех, кто ставит на снижение курса доллара с учетом того новостного фона, который сложился на данный этап времени. Сегодня на повестке экономического календаря несколько важных релизов, которые мы обязательно должны проанализировать. Это годовые данные по ВВП и первичные заявки на пособие по безработице. Оба релиза выйдут в 12.30 по GMT. Почему эта статистика важна? Потому что это релизы, которые уточнят текущее состояние экономики, еще больше, прояснял его. Ну и, конечно же, могут повлиять на будущее решения Федрезерва касательно процентной ставки, которая, как мы помним, будет принята регулятором уже на следующей неделе в среду. Я уверен, что эти отчеты повлияют на вероятность повышения ставки, потому что у нас есть уже накопленный опыт того, как статистика сказывается на решении или, скажем так, на вероятности будущего решения регулятора. На этой неделе были данные по индексу потребительского доверия Conference Board в начале недели и потом вчера заказы на товары длительного пользования. И если оценивать реакцию трейдеров на эту статистику, конечно же, мы легко могли увидеть, даже анализируя инструмент FedWatch, то, что вероятность начала плавать. Если на начало понедельника участники рынка оценивали чуть ли не 90% вероятность того, что ставка будет повышена на 25 базисных пунктов на заседании в среду, то после того, как в понедельник вышли слабые данные по Conference Board, напомню, что индекс потребительского доверия в США просел до практически минимального показателя за год, до уровня 101.3 пункта. Вероятность повышения процентной ставки снизилась до 73% с 90. И вчера, кстати, заказан товар длительного пользования. Фактические цифры показали, что этот сектор чувствовал себя довольно неплохо в прошлом месяце, потому что рост составил 3,2% против прогноза 0,8%. И, казалось бы, хороший отчет должен был бы откатить вероятность повышения процентной ставки к новому максимуму. Но нет, все равно продолжилось снижение. И на данном этапе, на текущий момент времени, FedWatch оценивает 70% вероятность того, что ставку поднимут на 25 байсных понтов. Да, нужно признать, что 70% это все равно существенно выше 50. И, наверное, можно говорить о том, что решение все же будет принято. Но много раз в последней торговой сессии я делал отсылку на сценарий, при котором повышение процентной ставки не станет причиной и условием для роста доллара, потому что эта тема уже избита, она заложена в курс американского доллара. И, скорее всего, трейдеры уже будут следить за пресс-конференцией главы американского регулятора Джерома Паула, который может пролить свет на то, что это будет последнее повышение процентной ставки. И, конечно же, друзья, если такой комментарий будет сделан, индекс доллара полетит вниз. Сегодня, как я уже отметил, мы ждем два отчета по ОВП и первичным заявкам на пособие по безработице. В обоих случаях, скорее всего, цифры будут слабыми. По прогнозу, в первом квартале, в соответствии, если сравнивать с предварительной оценкой, темпы экономического роста могут замедлиться с 2,6 до 2%. А что касается первичных заявок на пособие по безработице, здесь ожидается рост с 245 до 248. Если ожидания оправдаются, я думаю, что трейдеры начнут все же больше обсуждать идею того, а что если ФРС все же не осмелится на еще одно повышение процентной ставки. Я очень хочу увидеть, конечно же, развитие событий с курсом доллара в таком свете. Думаю, что если этот сценарий реализуется, мы еще до среды увидим агрессивную волну распродаж доллара, в результате которого американская валюта, в данном случае индекс доллара, приблизится к поддержке 100 понтов. Еще одна тема, которая давит на доллар и способствует росту рынка облигаций, ну, соответственно, их стоимости, доходности снижается и поддерживает интерес к золоту. Это вновь актуальные риски касательно состояния банковского сектора в США. Тему вроде как несколько недель назад мы практически полностью закрыли, потому что после краха двух банков, Сигнича Банк и Силикон Вельд Банк, развития событий негативного не последовало. Но, как вы знаете, буквально позавчера был опубликован отчет компании First Republic Bank. В частности, из этого отчета следует то, что в марте это кредитное учреждение потеряло больше 100 миллиардов долларов клиентских депозитных средств, что соответствует 40 процентов всего объема депозитов. Этот банк уже был в сводках новостных, негативных во время первой волны банковского кризиса, но тогда его удалось сохранить на плаву, поскольку ФРС предоставил доп. ликвидность этому банку на 30 миллиардов долларов. Сейчас мы видим то, что особо это не помогло, поскольку вкладчики забирают деньги. Это правильная, абсолютно оправданная реакция. Я бы тоже, на самом деле, если бы имел дело с этим банком, поспешил бы вывести средства. И то, что сейчас этот банк оказался на пороге уже технического банкротства, это, мне кажется, было неизбежно, учитывая те проблемы, с которыми столкнулся в целом банк. И сейчас участники рынка опасаются, что при дальнейшем сохранении высоких темпов снятия средства, показатели достаточности капитала окажутся ниже, чем те, которые должны соответствовать требованиям регулятора. И, как я уже отметил, технический дефолт и полное явление о неплатежеспособности еще одного кредитного учреждения. Этот сценарий вы должны иметь в виду, друзья, потому что это крупный банк, который может очень сильно аухнуться на состояние всего банковского сектора и снова заварить вот эту кашу относительно того, а будет ли какой-нибудь следующий банк в числе тех, кто окажется в таких же экономических условиях. Поэтому тема очень важная, очень актуальная, ее не нужно списывать со счетов. Я думаю, что многие уже списывают этот банк из-за числа тех, кто останется на плаву. Для нас это еще один повод присмотреться к золоту, к защитному инструменту, который будет пользоваться поддержкой. И также я рекомендую следить дальше за тем, что происходит на рынке других финансовых активов, потому что развитие вот этого фона способствует тому, чтобы мы добрались до целевых ориентиров по другим сделкам тоже. По золоту напомню, что цели весьма амбициозные. Движение выше 2050 долларов за тройскую лунцию. Пока что ничего не меняется в плане рыночного сентимента, большинство в продажах и хорошо, друзья. Пока эта расстановка стил сохраняется, то золото имеет потенциал на развитие бычьей динамики. Европейская вольта против доллара 1,1047. Мы практически добрались накануне до сопротивления 1,11. Но я думаю, что закрепление выше – это вопрос ближайшего времени. Нужно дождаться заседания Европейского Центрального Банка и убедиться в том, что ЭЦБ намерены дальше активно повышать ключевую процентную ставку. Завтра данные по ОВП, я думаю, что они могут помочь дополнительно поддержать позиции евро. Британская валюта 1,25. Мы протестировали, как раз этот уровень был нашей первой целью. Предлагаю смотреть еще выше на значение 1,26-1,27. 11 мая заседание Банка Англии, соответственно, ставку повысит, причем по прогнозам на 50 байсных пунктов с 4,25 до 4,75. При таком сценарии фунт, конечно же, быть на новых локальных максимумах. Доллар иена 133,69. Также ждем мощный фундаментальный триггер, причем не на следующей неделе, а на этой. Завтра заседание Банка Японии и возможные намеки на отказ от мягкой экономической политики. Поэтому потенциально доллар иена может закрыть текущую торговую неделю ниже отметки 133. И рынок нефти пока что под давлением 78 долларов за баррель. Участники рынка цепляются за опасения за перспективы экономического роста. Мне этот фонд кажется не таким актуальным, учитывая восстановление экономики Китая, снижение запасов нефти США и решение, которое вступит в силу с 1 мая о дополнительном снижении объемов нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+. Надеюсь, что покупатели все же перехватят инициативу. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!